доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника как и всегда возвращаемся на финансовые рынки продолжаем разбирать фундаментальные события дня минувшего основные триггеры новостные остаются друзья прежние мы следим за тем как воюют пока что через больше словесные заявления иран и сша мы следим за тем как сша воюет в плане торговых каких-то действий с китаем в общем во всех вот этих новостных сфотках фигурируют штаты с одной стороны плохо то что у нас на рынке процветает идея роста геополитической напряженности с другой стороны хорошо потому что на таком фундаменте рынки начинают активно ходить тренды начинают устаканиваться становятся более выраженными и это дает возможность нам фундаменталистам более менее определяться с тем какая действовать на площадках а дальше вот этим мы собственно друзья и занимаемся не забывайте подписываться на наш канал это важно чтобы быть в курсе всего обновленного видео контента мы готовим довольно часто в большом количестве брифинге проходит так каждый день поэтому точно будете в курсе всего что на площадках происходит ну давайте теперь приближимся по основным финансовым инструментом нефтянка у нас семьдесят два а семнадцать на текущий момент котировки на бренда хай вчерашнего дня 73 39 то что рынок вырос это все следствие рост напряженности в персидском заливе и соответственно если мы говорим про конфликты ближневосточного характера мы допускаем риски в виде перебоев поставок и потенциального сокращения предложения на глобальном рынке сейчас еще трейдеры следят за трениями довольно открытыми между сша и ираном все началось после того как с мая штаты перестали предоставлять освобождение от санкций тем странам которые продолжают покупать иранскую нефть это однозначно было решение которое направлено на усиление санкции против ирана потому что иран таким образом теряет рынки сбыта разумеется и это априори должно привести к сокращению и сначала уровня добычи потом уже поставок на глобальный рынок не раз мы не обращали внимание на инциденты с танкерами саудовской аравии со нефтеперекачивающими заводами вы помните что штаты в конце концов использовали любую возможность и повод чтобы уличить в этом именно иран ссылаясь на то что когда-то когда зашел вопрос от санкций со стороны сша иран делал до признаю заявление о том что они готовы перейти к тактике военных угроз в армурском проливе и вот сейчас вот так красиво а сошлось что у штатов появилась возможность оперировать этими угрозами обращать наше внимание общественности что действительно в этом могут быть замешан иран хотя тегеран до сих пор не берет на себя ответственности в любом случае друзья ближний восток это регион который остается фактором роста цен на нет потому что это классический триггер для восстановления котировок черного золота но как и вчера я продолжаю настаивать на том что есть факторы которые мы не должны игнорировать это фактор глобального экономического спада поэтому текущий рост котировок вообще лучше использовать для того чтобы открывать более выгодные перспективные продажи надеюсь чем вы и занимаетесь вот хай у нас был практически на уровне 73 50 в рамках вчерашнего дня я рекомендовал продавать сейчас мы находимся на доллар ниже я сегодня могу предложить вам сделку сел стоп с уровня 71 90 в расчете на то что все-таки позиции продавцов будут окрепнуть доллар иена 110 20 тоже прекрасный уровень сейчас для продажи поскольку как ни крути мы обязаны будем говорить о влиянии геополитических рисков на повышенный спрос на защитные активы франки это сейчас очень заметно и на это не исключение внесение у кого их я технологии с черный список последующее решение вынуждены google о том что из-за наличия этой компании в черном списке будут проблемы с обновлением софта ну принципе не будут проблемы этот софт просто не будет обновляться я считаю что это только друзья начало того что конфронтация между а сша и китаем становится более и более выражены даже несмотря на то что администрация трампа я вчера все-таки сделала небольшое послабление фактически предоставили отсрочку в 90 дней через особую лицензию для huawei технологии я в конце концов уверен то что спустя 90 дней все равно эти ограничения будут действовать с прежним размахом в конце концов мы также еще ждем друзья еще 1 июня когда вступит в силу китайские таможенные пошлины на американский импорт и ждем также что тут же ответит и сша поэтому сейчас я не хотел бы уходить в плоскость каких-то отдельных отчетов по штатам я считаю что раз мы торгуем а с вами парой доллар иена актуальный новостной фон позволяет нам делать большой акцент на геополитику австралийс против доллара 0 68 79 активно австралий сейчас снижается почему потому что несколько часов назад вышли протоколы последнего заседания резервного банка австралии где четко было отмечено что ставки будут снижены в том случае если рынок труда не восстановится рынок труда не восстановится мы в этом убедились на прошлой неделе руководство резервного банка австралии считает что необходимо снижать выплаты по ипотечным займам риторический вопрос как это делать конечно же друзья снижая процентной ставки риски для потребительской активности остаются нисходящими и все это вокруг да около так вот резервный банк австралии подвел нас под очень важное заявление о том что ставки будут снижены в июне открывайте друзья короткие позиции это без про без проигрышная сделка сейчас котировки 068 79 я думаю что 065 мы точно увидим ближайшее время пола под поддержка на уровне 070 а котировки оказались ниже и сейчас мы говорим о развитии нисходящего тренда по новозеландцу то же самое 065 10 я думаю что множество целей мы уже сделали по этому дуэту валютных активов они у нас были на разных уровнях наверное уже можно оставить в покое на текущий момент новозеландцы посмотреть за другими инструментами евро против доллара 1159 снижается впереди друзья куча отчетов которые только усилит давление на евро потому что они приблизят опять же заседание европейского центрального банка с точки зрения усиления комментариев на проведение более мягкой экономической политики в 17.00 доверия потребителей в четверг выйдут данные по индексу активности производственном секторе везде минуса плохие цифры мы как раз по конец недели о них и поговорим фунт против доллара здесь тоже сделка друзья стоп с уровня 1 27 10 сейчас котировки 1 27 22 провал голосования совместного обсуждения законопроекта между партии власти и партии либористов оппозиционеров указывают на то что снова возросла вероятность досрочных парламентских выборов предшествует которым будет отставка терезом и произойдет это в ближайшие недели на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания